Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Татьяна и мой канал у меня в садочке. Строби. Системный фунгицид широкого спектра действия. Помогает бороться с различными грибными заболеваниями, такими как фитофтороз, мученистая роса, ложная мученистая роса, гнили, пятнистости, ржавчина, альтернариоз, а на винограде мильдью и аидю. Обычно по винограду для борьбы с сложной мученистой росой, мильдью, берем один препарат. Я, как правило, ордан использую. А вот для борьбы с аидюмом препарат нужен другой, теовиджет или топаз. А здесь мы имеем один препарат, который поможет справиться и с тем, и с другим заболеванием. Это очень удобно. Действующее вещество препарата кризоксим метил. Препарат системный, а это значит, что защищать будет растение изнутри. Действующее вещество распределяется под тканем растения, перекрывает дыхание болезнетворным грибам, препятствует прорастанию спор. Спор не могут образовываться, болезнь не развивается. Применяют строби как для профилактики, так и для лечения болезни. Защитное действие продолжительное – 2 недели. Обрабатывать можно даже при температуре воздуха от 1 до 4 градусов Цельсия. Мало вот какой препарат подойдет для таких температур. Совмещать строби можно с любыми инсектицидами. Сроки ожидания – это минимальный период времени, который надо выдержать от обработки до сбора урожая. Вот по винограду всего 10 дней. Но я все-таки предпочитаю 30 дней выдерживать. Это золотое правило. По томатам, огурцам тоже заявляется 10 дней. По плодовым – 35 дней. Класс опасности и для человека, и для пчел – третий. Малоопасное вещество. Средства индивидуальной защиты все равно используем. Обработок требуется 2-3. Три на винограде. С промежутком где-то в 14 дней. Среди недостатков препарата – то, что требуется чередование с другими препаратами, имеющими в основе другое действующее вещество. Вообще препарат эффективный. Советую к нему присмотреться. Вот мне нравится то, что к температуре воздуха он не привязан. Обработок мало. Моего пакетика, я вот в дорогом магазине его за 60 рублей покупала, его хватит аж на 10 литров готового раствора. То есть недорогой. Еще вдобавок системный, дождем его не смоет. Обработку опрыскивания можно провести даже одностороннюю. То есть опрыскать листья растений только с одной стороны. И то, что вот как для винограда он подойдет для борьбы как с мельдию, так и с аидиумом. Очень удобно, я считаю. То есть советую присмотреться. Ну пока у меня все. С вами была Татьяна. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного про сад и огород. Пока.